23 февраля можно было бы назвать фильм анбоксинг или открывание посылочки но мы начнем по-другому для тех кто наблюдает за нашим каналом канадский бирюк те знают наверное что коренные жители нашей страны пришли к нам в гости и забрали дань видим многочисленных товаров не спросив при этом никакого разрешения а если говорить простым человеческим языком то просто обворовали обокрали и ограбили и теперь мы пытаемся принимать какие-то меры чтобы этого больше не произошло и многие вещи которые мы заказали на такие дешевые варианты выискиваем буквально за доллар за два за три потом покажем надеюсь а пока самая основная штука которую я давно хотел купить она пришла по почте и мы сейчас ее посмотрим называется вот это дело sky link придумано это врагами буржуями пиндосами наверное так если кто-то будет спрашивать вот так вот называется теперь открываем что находится в коробочке в коробочке находятся две инструкции одна на английском а другая на французском потому что мы живем в канаде и вавилонскую башню никак построить не можем если отбросить шутки в сторону вот такой вот этот сенсор мощный сенсор ну как я не знаю как по-русски это называется короче когда движение там расы потом это вот помощник пришел томик его бы тоже можно было использовать для охраны участка но он дрыхнет очень много поэтому не пройдет этот номер короче можно такую штуку купить и вот с таким сенсором до который реагирует на всякое движение он беспроводной сенсор такой давно я рассматривал всякие варианты знаете сравнивал очень много вариантов всяких и другие все дороже это был подешевле подкупил меня этот чем вот этого штука на батарейках на маленьких но вроде хватает зарядки на длительное время а покупил меня тем что вот с этой штуки идет блок питания можно включить в сеть и это мне очень понравилось то есть я могу дома его включить он будет там это сколько хочешь работать а когда я буду уезжать я могу включить сети выставить на улицу допустим и но потом об этом позже и так блок питания то обычно не идут на батарейках это вы видите там скромными с какими-нибудь другие варианты искал я на ebay искал на амазоне и этот почему-то на амазоне намного дешевле был постоянно нужно короче искать и сравнивать цены некоторые товары на ebay потрясающая цена а некоторые на амазоне можно выгоднее купить и так пришла такая коробочка ах да и это я прикинул вот эта штука может работать с четырьмя различными сенсорами ну 4 мне пока не нужно но можно добавить любое время а я посмотрел просто если отдельно покупать сенсор то он не знает тоже блин такую же почти цену стоит там или пол цены от всего этого комплекта а я нашел один такой и с двумя сенсорами и тогда чуть чуть больше тогда получал сенсор стоил всего 11 баксов дороже то есть это очень выгодный такой вариант и поэтому я заказал такую штуку с двумя такими сенсорами зачем ну потому что второй хрен в кармане не лишний шучу есть планы поставить в различных местах эти сенсоры немножко вот такая вот эту ножку можно это значит на двух штамм шурупов прикрепить куда-то и потом чик там это короче это в детали не будем эти подробности вдаваться сюда раз так пока это и все висит у вас и потом ножка крутится тудим-сюдым как лучше и крути вот так туда-сюда регулируй но особенности этого сенсора в чем тех кто занимается охотой допустим или охотничьи камеры фотоловушки устанавливать и знает как эти сенсоры реагируют или даже автоматически когда включается свет знаете они чувствительные их не советуют направлять против солнца допустим и там где эти ветки листва то все потому что не будет срабатывать постоянно многие люди жалуются даже на пробегающие там букашки мукашки эти всякие птички там или зайчики бегают когда тоже срабатывает ну чё ж поделаешь для этого не созданы на движение срабатывать кстати можно открыть крышечку здесь на шурупе теперь и там есть такие знаете как эти документации все объяснило короче на таких черных где это перемкнуть ножки знаете раньше это в компьютерах в компьютерах делали джампинг джампинг для чего делали я уже не помню ну частенько обаловался этим и вот здесь также также можно это джампинг это перемкнуть это мостики эту штучку снятия можно это на высокую чувствительность поставить и на невысокую чувствительность я проверял с высокой чувствительностью меня удовлетворяет некоторые жалуются там 24 фута там для меня расстояние но мне как раз то что нужно видишь на севере там участок большой и хочется это чтобы все перекрывало батарейки вот такие вот маленькие три буквы а наверное да я никак не привык блин я человек старенький на столько памяти столько мозгов в голове нету и одну я уже поставил на улице такую штуку и успешно тестирую результатами очень доволен что происходит когда кто-то там это пойдет то вот это вот штука не вот это вот ушастая дрыхнущая а вот это вот начинает пищать ведь у нее есть четыре канала и на каждом канале можно по моему по два сенсора запрограммировать или как-то ну как я болен еще пару таких осмотров и все были не будет ни одного канала не одну сенсора елки-палки блок питания я воткнул так 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 успешно штуку это разбил сейчас мы достанем сейчас материться не будем так достали больные внутренние какого чего требует искусство каких жертв я так знаете ну нужно прикрепить конечно и даже нужно на где-то да а я поставил просто здесь пока тестирую ну как уже сказал уже неделю на 2 тестирую и что это меня покорила так на улице мороза у нас были свирепенькие такие больше минус 20 и штука работала исправно беспроволочная такая связь да вот это антенна есть здесь 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 тоже можно что-то я забыл что давайте откроем посмотрим что там можно а эта кнопка когда настраиваешь это чтобы идти как они называют эти сенсоры да что вы с ним разговаривали то ведь все технические детали вам нафиг не нужно я просто хочу общую идею объяснить да вот горит лампочка зеленая если кто-то пройдет этого сенсора загорит красненьким заморгает несмотря на ком канале настроена на первом допустим да и и и вот что мне очень нравится почему я выбрал именно эту модель именно этот вариант что здесь есть два положения видите есть это просто информирует вас пищать начинать пи 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 кто-то прошел да а есть аларм сирену можно включить представляете и вот это я хочу сделать а если она вам мешает раздражает можно нажать кнопочку быстренько мьют то есть заглохни замолчи да и она будет это немая ну вот так вот как-то и так у меня на заимки 2 2 проблемы скажем так когда я сижу частенько там работали что потом бах понимая голове даже не понимаю голову кто-то уже стучит ломится в дверь и потом собака летит там его сшибает с ног и то и все или бах это поднимаешь голову тебя уже кто-то во дворе там кто-то уже ходит там что-то ну короче мне нужно знать когда приехали посетители потому что часто большой я нахожусь в различных местах да что меня оповещала что если через ворота кто-то проехал или даже кто-то просто с трассы подъехал уже к воротам чтобы у меня эта штука работала второе ее предназначение когда меня там не будет я уеду допустим я возьму ее подключил в розетку но выведу эту штуку на улицу она очень довольно громко знаете орет то где-то 120 децибел по моему и это воткнули в какой-то рупор или в железную трубу чтобы еще звук усиливался и защищала чтобы одновременно дождя от снега от всего и включу на сирену и то есть кто только к воротам подъехал сразу начинает на участке там у главной избушки работать сирена что я надеюсь тоже отпугнет людей а второй сенсор я поставлю где поставлю ну там где техника инструменты все такое чтобы там не лазили тоже если кто-то подойдет туда ну обещает что ну да вообще не обещают а так и есть я тоже удостоверялся это очень тщательно проэкспериментировал все и подтвердил что срабатывает также и днем знаете потому что очень многие вот эти которые на шевеление на движение рассчитаны они по ночам срабатывать а мне важно было чтобы днем тоже срабатывала ну вот такой вот ужасно мудрый такой обзор надеюсь идеи вы поняли и так можно купить с одним можно купить с двумя сенсорами можно потом прикупить еще 6 8 10 сенсоров можно пойти на amazon как покупать в америке я снимал недавно видео можно сделать почтовый ящик в америке не видел что ну допустим цена вот здесь в канадских до 53 бакса почему потому что я вот такой наборку с двумя такими если с одним то дешевле было немножко не намного знаете 49 48 47 баксов было бы можно был уж не покупать на амазоне кто хочет и ведь вот такая вот фишка очень важно бесплатная пересылка для тех кто живет в штатах или в канаде это хорошо а если из россии заказывать как мы уже говорили это тоже очень приятная фишка потому что если вы сделаете себе американский адрес то вам туда пришлют бесплатно и останется оплатить лишь пересылку из америки в страны снг так кто будет спрашивать как называется вот читайте читайте как называется на skylink короче вот версия какая туда-сюда ну и там можно все детали посмотреть где на амазоне amazon я ведь и на канадском тусуюсь на американском часто на американском по для на в том что это пишет не пошлет не посылает вам потому что там действительно это они сортируют короче так что это если пересылка только по америке той показывает только на американском амазоне а если я нахожусь на канадском а некоторые там американцы поставили что не согласны выслать в канаду то он сразу он пока показывает на канадском амазоне как-то вот так вот но и бэй в принципе тоже также работает так ну теперь что осталось только проверить как у нас эта штука работает сейчас мы попросим нашего бухгалтера тетя олю она тут сидит отчет за прошлый год делает ведь он всю макулатуру разложила все голова кругом идет она сейчас пойдет и принят этот сенсор ну еще хочу вам показать кучу макулатуры знаете это это прислали это министерство по туризму потому что мы являемся теперь как бы там хрен его знает стейк-холдерами потому что у нас туристички бизнес по уже пыши эти прелесть правда а теперь я переключу на аларм на это да сирену мы попросим нашего дорогого бесценного помощника еще раз пройти мимо этого центра сенсора мало времени прошло вам как-то после того как сработал итак объяснил нашему товарищу бухгалтеру что эта штука сразу не срабатывать если она сработала только интервал а знаете там это явно кусту сирене между прочим прицепил ну если она сработала ну через 30 секунд или там через минуту через две так у нас еще раз работает я увешал на стене дома и она даже реагировала иногда на проезжающие по улице автомобиль если они медленно двигались и потом я повесил там посередине в драйв-вэй когда полуденное солнце начинало светить она тоже начинала пищать и вот эти птички которые летают тоже иногда срабатывала на них но главное у нас там есть выход такой где это сушишь когда белье и пару туда валить потом и 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 так я нажал кнопку мают для тех кто так переключим опять на просто на это не на сирену она просто на пищание да как говорил мой коллега в Германии тот, кто умеет читать, тот всегда это в выигрыше. Оказывается, здесь написано, аларм, если вот эту сирену поставишь, то она будет кричать 3 минуты. Я не стал ждать, пока она закончится кричать. Ну, а чтобы закончить это звук сирены, просто нажать на mute button. Ну, вот так вот как-то. Так что я очень доволен. Как вы видите, это. Ну, и многие народ жалуются. Я читал отзывы все эти американцев, что это. Ну, громко, очень громко. Ну, представляете, если где-то в комнате, да, и где-то сидишь там в офисе, в комнате помещения, действительно будет громко, действительно сдуреешь, да, от такого. Ну, а мне, как я уже объяснил, я хочу на улице там еще с каким-то усилителем, с рупором, но я думаю, если кто-то вот проникнет во двор и вот начнет такая сирена работать, я думаю, им станет уже не очень приятно. Ну, конечно, никто не услышит там их это в лесах, так это не примчиться туда, но просто как-то такой психологический фактор, такой воздействия, да, на психику воришек. Все-таки, если заработала сирена, то они, я думаю, запрыгнут в автомобиль и уедут. Но это лишь один из малых вариантов, которые мы хотим применить. При охране нашего участка будут еще и другие. Так что посмотрим, посмотрим. Ну, вот такой вот ужасно профессиональный, галопом по Европам обзор, значит, такой штуки, которая называется Skylink HA300 Wireless, это беспроволочный, Long Range Household Alert. Ну, вроде бы все. До свидания. Да, кстати, нам эта штука очень нравится, в том плане, что, знаете, ну, сидишь, чем-то занимаешься, пусть даже хоть телевизор смотришь, хоть чаи пьешь, хоть там книгу читаешь, хоть что-то делаешь, и раз, и начинает пищать, и уже, знаешь, кто-то прибыл к тебе в гости. Не то, что не нужно ждать, пока кто-то начнет в дверь стучать кулаком, или там нажмет кнопку дверного звонка, а уже до этого, знаете, просто приехал автомобиль, допустим, остановился у тебя здесь вот в драйввее, и ты уже предупрежден, эта штучка пик-пик-пик-пик. Ну, кто, кого раздражает, можно, конечно, там ее спрятать, хоть под подушку, хоть куда-то, потише звук был. Можно, кстати, со всем ее отключить, и просто тогда визуально будет срабатывать кнопочка, значит, не кнопочка, а лампочка будет загораться. Знаете, я забыл сказать, что когда происходит сигнал тревоги, то не только звук раздается, но еще и красный глазок моргает постоянно. Но, как я уже сказал, нам в быту это тоже нравится, и вполне возможно, что многим людям понравится просто иметь такую штуку в быту, ни от каких-то грабителей, ни от воров, а просто, знаете, как предупреждающих. Кто-то приехал к тебе в гости, кто-то приблизился к твоему участву или к твоему входу, и ты уже предупрежден. Ну, надеюсь, кому-то это будет интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова